Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рассказом о космосе и вращающихся планетах Рубцы на поверхности нашей Земли И варварская добыча некогда величественных гигантских деревьев на Земле Противоречат историческим книгам и геологическим рассказам И пробудившийся начинает задаваться вопросом Так что же случилось на Земле? Если они солгали о Земле, космосе и о разорении нашей плоской империи То как тогда мы можем доверять официальной, основной версии о нашей истории? Изложение фактов истории, как и рассказ о гелиоцентрической модели мира Не имеет смысла Оно просто не складывается И все, что требуется, это только присмотреться поближе И их ложь, которая управляла нашим пониманием истории и мира Которые мы знали с момента нашего рождения Начинает разваливаться Давайте взбудоражим разум несколькими размышлениями Нам говорят, что первый настоящий электроинструмент Был изобретен в 1895 году Когда немецкая компания скомбинировала электродвигатель с ручной дрелью Эта дрель весила 16,5 фунтов И требовала для управления ей нескольких человек Лишь в 1957 году компания под названием Bosch Начала массово разрабатывать электроинструменты Которые были одновременно экономичными и мощными Тогда как же наши исторические предки Более примитивные и неразвитые люди Спроектировали и построили конструкции, которые мы встречаем Как насчет этих гигантских монолитных камней, с которыми мы сталкиваемся Они вырезаны с такой точностью Спросите себя Могли бы мы повторить это сегодня, используя оборудование, имеющееся в нашем распоряжении А как насчет великолепных древних ступенчатых колодцев Востока Ступенчатые колодцы, как нам говорят, были многоэтажными колодцами, построенными нашими первобытными предками для сохранения водоснабжения во время засухи Но посмотрите на замысловатость и сложность этих структур Посмотрите на великолепие и искусность Посмотрите на геометрическую точность Все выкопано и создано с помощью ручных инструментов Да, конечно А что насчет гигантских сетей каналов, которые мы находим по всему миру Канал Эри в Америке был якобы построен между 1817 и 1825 годами Но не было инженеров-строителей в Америке в то время Люди, ответственные за планирование этих конструкций, были пионерами строительства, как нам говорят Канал 12 метров в ширину и 4 метра в глубину Канал Эри простирается на 363 мили Но копать каждый день это было непросто для ирландских эмигрантов и их сотоварищей-животных Они должны были струбить сотни деревьев, проходя через детственный лес Они должны были построить сложные акведуки и замки Им пришлось пройти через Ниагарский откос В 80 футов высотой стену из твердого известняка Они должны были использовать черный порох, чтобы прорваться через нее, как нам говорят Поскольку динамит еще не был изобретен Канал простирается на 363 мили и был построен за 8 лет Это означает, что в среднем 1 миля была пройдена за каждые 8 дней Что за рекорд? Особенно потому, что это было создано пионерами строительства То есть тогда, когда мощные инструменты и динамиты еще не были изобретены А теперь я могу сказать вам, что так называемые первые поселенцы Америки не строили эти системы каналов А что насчет великолепных и величественных замков, разбросанных по нашей земле? Знаете ли вы, что большинство из них были спроектированы и построены без водопроводных систем и систем отопления? Хм... То есть короли и элита прошлого довольствовались отсутствием доступных предметов первой необходимости Проживая в огромных и восхитительных замках В то время как крестьяне в их скромных жилищах наслаждались теплом долгими темными зимами Я так не думаю И, конечно, просто невозможно создать грандиозный комплекс пирамид в Гизии Пирамиды, как нам говорят, были построены где-то около 2500 года до нашей эры Величественная пирамида состоит из 2,3 миллионов блоков известняка и гранита А ее общая масса составляет 6 миллионов тонн Самые большие гранитные камни весят от 20 до 80 тонн каждый 20 тонн – это 20000 килограммов Эти блоки были вырезаны из карьеров, якобы медными долотами, и перевезены за 800 километров Так называемые эксперты могут только теоретизировать, что потребовалось огромное количество рабского труда Быть доверчивым и следовать официальной версии насчет рабского труда – это одно Но кто-нибудь, пожалуйста, может объяснить, как воздушные шахты великих пирамид так четко равняются на околополярные звезды? А еще есть любопытная история, связанная со звездными фортами или тем, что официальные лжецы мира называют бастионами Появившиеся в конце 15 – начале 16 веков, эти бастионы, как нам говорят, были созданы в эпоху пороха и пушек Геометрическая форма обеспечивала защиту населения, не допуская слепых пятен во время военных конфликтов Конечно, так и было Мы все знаем, что для лучшей защиты во время войны нужно создать форт с абсолютно точным геометрическим узором Кто-нибудь из настоящих историков когда-нибудь задумывался о том, насколько совершенна геометрия здесь? У наших первобытных предков не было технологий, позволяющих увидеть строение сверху Но им все же удавалось этого добиться? Боже милостивый, ну конечно же нет Мы бы не смогли создать такую идеальную геометрию в таком масштабе даже сегодня Нас снова обманули Нам снова внушили фальшивый исторический факт и хронологию И, как и в случае с чушью, насчет гелиоцентрической модели Все, что нам нужно, это попристальнее вглядеться в изложенную историю И все сразу же начинает рушиться на части Обман становится совершенно очевидным Из-за их сатанинской лжи Составление по кусочкам точной исторической хронологии превратилось в нереальный кубик Рубика Официальная версия нашей истории – это ящик Пандоры Предлагает нам лишь крохотные подсказки из полуправды и ложь Швы, соединяющие кусочки настоящей исторической хронологии, были вспороты Был добавлен дополнительный и запутанный материал еще до того, как мы даже родились в этом мире И в этом проблема Как узнать, куда ты идешь, если ты вообще не знаешь, где ты находишься? Но вы увидите, что пробуждение – это действительно подарок Однажды проснувшись, мы понимаем, что ответы всегда находились прямо перед нами Что мы всегда имели больше, чем думали Но сначала нам нужно было восстановить зрение, прежде чем все встанет на свои места Прежде чем все станет иметь немного больше смысла И теперь мы снова зрители на пороге другого грандиозного путешествия Что если я скажу вам, что до нас существовала цивилизация, которая создала самые передовые технологии из когда-либо созданных И что именно их понимание того, как устроена наша плоская земля, являлась ключом к их инновациям А что если вам скажу, что весьма вероятно, что наша настоящая история как людей началась только чуть более двухсот лет назад? Вы бы снова подумали обо мне как о сумасшедшем? Неужели я звучу так же абсурдно, как когда впервые сказал вам, что земля плоская? Возможно Тогда значит я должен показать вам То, что я собираюсь показать вам, это самое сокрытое из всего, что было когда-либо у тайна По своим масштабам и влиянию на человечество, эта тайна не уступает лжи о гелиоцентризме И я постараюсь показать вам, что эта тайна неразрывно связана с истинной природой нашей плоской земли И вы не сможете понять одно без понимания другого Мы не можем тратить время впустую, так как должны предпринять путешествие в поисках потерянного времени В его основе история об обмане Это также история об окончании и начале, о смерти и возрождении И пожалуйста, потерпите меня Из-за лжи и ошибок, лежащих в основе нашего исторического повествования Эту историю невозможно рассказать последовательно Нам нужно двигаться вперед и назад во времени, чтобы вытянуть что-то, что действительно немного приблизит нас к истине И также необходимо понимать, что как и большая часть современной науки, история как дисциплина была повреждена давным-давно В своей самой невинной форме, многие официальные исторические события – это предположения А в худшем случае, это сборник согласованной лжи Как лаконично выразился так называемый Наполеон Мы будем копать в темноте Никакой историк нам не поможет Мы одни в этом путешествии Наше путешествие – это охота за вещами, зарытыми у всех на виду Иногда может быть немного дискомфортно Но это необходимо Мы слишком долго жили удобной ложью Ну давайте же, запрыгивайте и пристегните ремни безопасности Чтобы понять наше место в мире, нам нужно совершить невероятное Пришло время отправиться нам в путешествие Назад в будущее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!